Ну-ка посмотрим, что выпадет нам на этот раз. Куча врагов, очень за короткий промежуток времени. Уничтожить 150 сильных врагов и завершить 40 матчей в Гамбите. Автомат за 40 игр Гамбита. 40 матчей Гамбита. 40 примерно по 15 минут, это около 10 часов. Пффф, стоит ли автомат этого? Ну, смотри, я тебе сейчас все расскажу, покажу и тогда, уверен, сомнений не останется. Ты возьмешь отгул, больничный, отпуск, редбул и 10 часов на боль и унижение игроков с 15 частицами на руках для выбивания этого автомата. Поскольку автомат просто необходим. Его приоритет, ну, это как и кел для ПВЕ. Как луна или волнолом для ПВП. Строго обязателен для регулярного нагиба. Нагиба мобов. Я еще не знаю того, кто бы решил, что автомат посредственный. Открываю свои подписки на ютюбе и каждый коллега по цеху хвалит. Когда такое было? Где нытье про то, что его надо занерфить? А? Итак, почему это абсолютный король в своем классе? Давай покажу перки. Главный штурм. Скорострельность этого оружия будет увеличиваться при накоплении бафа буйства. Другой главный. Полоса удач. Он будет увеличивать урон, который также стакается, то есть накапливается до трех раз. То есть, с каждым убийством из этого автомата у вас увеличивается и его скорострельность, и его урон. Помните времена, когда автоматы в Destiny не работали? Ну вот сейчас как раз они, но только вот есть этот выскочка, увеличенный до трех раз урон, камон. Я вот очень скучал по Доктрине of Passing из первой части второго года, которая в мете несколько месяцев была и стирала в порошок просто все вокруг. И теперь вот эта винтовка, как призрак прошлого. Да, автоматы, как я сказал до этого, все еще не лидирующий класс в текущей мете. Это фактически аутсайдер. Но автоматы всегда были самым веселым и фановым оружием, и с ними как-то хотелось играть. Сурос режим, Доктрина, Монте-Карло. Да немало автоматов было, которые доставляли нам удовольствие при игре с ними. И мы ждали появления нового. В первую очередь он крут в ПВЕ. Для расщепления мелких мобов, расщепления жирных мобов, для налетов, для гамбита, для миссии, для рейда, для чего угодно. Просто ультимейт. Главная тут задача следить за наличием патронов, поскольку поливать вы будете, дай боже. Возвращение тяжелых пулеметов в черном арсенале? Ууу, но мы и подумать не могли, что возвращение будет в кинетический слот в оболочке автомата. Вы только посмотрите, как можно кормить эту погонь свинцом, если вы титан с баррикадой. Или если вы титан с телом акций. Или если вы варлок с расколом и сапогами луна фракции. Короче, если вы не охотник. Ну, рили, я как-то приуныл, играя за охотника с ним. Постоянно или оборот делай, или ручками перезаряжай. А это не царское дело, знаете ли. Чё по ПВП? Мы же тут ПВП-шеры все дофига. Ну, а ты как думаешь? С автоматом в горнило сейчас суется только полный безумец. Ну, не знаю, я нормально играю, чё-то ты херню несёшь. Кхм, ну, конечно. И шейлом не исключение. Без активированного перка на баф буйства он и правда не особо-то порадует вас своим уроном, стабилой или скорострельностью. Ничем. Да, если на вас выйдет бедолага-новичок или просто средний игрок, у вас хороший шанс его перестрелять. Но лунный бой, например, меня перестреливал в 100 случаях из 100. Катушка тоже меня перестреливала в 100 случаях из 100. И ещё был вот этот господин. Ну, зато когда перк срабатывал, тогда вот этот автомат творил просто чудеса и ад. Невероятно быстрый отстрел всего живого. При выходе на двух и трёх соперников у вас вообще не будет проблем. Вспоминаем старый добрый «зажимай для победы». Главное тут опять же следить за патронами. Я не случайно в видео на фоне играю за Титана с экзотическим телом акций. У вас будет постоянная дозарядка патронов, а значит проблема с этим больше вас не потревожит. Знай, уходи и зажимай. Я бы не пошёл с этим автоматом в состязательный режим, конечно. Я бы не стал брать его в стычку. Слишком много там дуэлей один в один, которые далеко не конёк этого автомата. Я вообще бы вряд ли, наверное, стал его использовать регулярно. Всё же, ну, дробовики, вы понимаете. Но при матчах в режиме быстрой игры или даже может быть в железном знамени, почему бы нет? Это весело и это работает. В конце концов, ничего не мешает сочетать его с лунным воем во второй слот, который будет на подстраховке во время особо потных каток. Или с волноломом. В итоге что? В итоге то, что Шейлом лучшая пушка в первый слот для ПВЕ. Очень неплохая, если привыкнуть и сыграть больше 10 матчей, чем я, для ПВП. Я очень рад, что она именно легендарная, что не занимает важный экзотический слот, и я могу юзать её с любым набором оружия и на любом классе. Я настоятельно рекомендую выделить тебе время, запастись терпением и вкусняшками, и таки сыграть 40 матчей Гамбита и выбить этот автомат. Он великолепен. Ну а тебе спасибо за просмотр, не забудь подписаться, лайк поставить свой и давай. Увидимся в следующих роликах. Пока.